Стадион Олимпийский, переполненный. 83 200 зрителей. Впервые в истории. Матч Украина-Россия. Это четвертая отборочная группа чемпионата Европы 2000 года. Симак. По Соленчеву. В подкате играет Головко. Внимание! И первый удар по воротам. Получилось довольно опасно. Это пробил Андрей Кончельский. Из Глазго Рейнджер. Первый угловой ворот Александра Шавковского. И так неспешно идет подавать. Это скандирование. Украина-Украина не смолкает на стадионе Олимпийский. Такая суета в нашей штрафной площадке. Подача. Промакивают защитники. По-моему затрясся даже пол моей комментаторской кабины. Увы. На дальней штанге мяч нашел голову. По-моему это был Юрий Дмитрулин. Сейчас посмотрим еще раз. Пострадавший незадолго до этого Юрий Дмитрулин открыл счет в сегодняшнем матче. Подача Реброва. Вы знаете здесь очень хорошо сыграл Андрей Шевченко. В борьбе с защитником, с Коптуном он умудрился в высоком прыжке. Вы знаете на грани опасной игры. Дмитрулин разбег. Чуть выше верхнего угла ворот. Смотрите какой удар Андрея Шевченко. Честно говоря, может быть в ущерб зрительскому интересу мы очень надеялись. Но может быть сейчас Оленичев. Нет, нет. Не дали сделать передачу. И вот как рвется вперед Дмитрулин. Да. Простите это Ващук. Ващук идет вперед. Отдает налево опасный момент. Второй мяч в сетский ворот нашей сборной. И ликует никто иной, как московский торпедовец Сергей Скаченко. Что оставалось делать нашей сборной, которая проигрывает 1-0? Идти в атаку, каким-то образом оголить оборону, что и произошло. Оленичеву против Оленичева применили знаменитый киевский коллективный отбор. Мяч попал к Ващуку. И Ващук, пройдя штрафной площадки нашей команды, сделал потрясающую передачу. Внимание, Канчийских получил мяч от Минько. Хоть в штрафную. Пас. И Колыванова цепляют. Ну вот смотрите. Вот на подготовительных занятиях. Это свой удар. Посмотрим. Внимание. Бьет. О! Как хотелось крикнуть. Гол. Еще раз повторить. Рядом был. Видели и Ковстон. Хорошо закручивал. С тренером сборной. Так, собственно, сформулировано в его контракте. Основная задача подготовка чемпионата мира. Но вот еще один опасный момент у наших ворот. И это уже промахнулся Сергей Попов. Который... Вот смотрим еще раз. Видите, как легко проскакивает наших защитников. В данном случае Сергей Попов. Вот еще раз. Сзади Ковстон, Чугайнов. Как нож сквозь масло. И пробил. Мерк устанавливает стенку. Разыграли. Навес. Удар. Гол. И мяч в воротах украинской команды. Его забил Евгений Варламов. Ну что же, дорогие друзья. Хочется сказать, что у нас появилась надежда. Но это так и есть на самом деле. Наши перешли в атаку. Заработали в штрафной угла штрафной площадки сборной Украины. Разыграли Колыванов с мостовым. Мостовой неожиданно для украинской команды. Все думали, что он будет бить. Навесил на вороты и подключившись. И поэтому он бы хотел играть именно в этой позиции. Вот сейчас именно такая возможность его предоставилась. Внимание, как оказывается. Собственно, сейчас же будет 11-метровый. Вот это да. И не только 11-метровый, дорогие друзья. Немецкий арбитр, как всему еще и удаляет поле Дмитрия Харина. Это трагедия. Конечно, Харин, как джентльмен, понимает, что он нарушил правила. Извинился перед Ребровым. Но вы видите неосмотрительный пас назад. Неосмотрительный пас назад Юрия Ковстуна. Ах, как досадно. Но, внимание, удар угадал направление удара Станислав Черчесов. Но сильно, мощно пробил в нижний угол Сергей Ребров. И здесь уже ничего поделать было нельзя. 3-1 в пользу сборной Украины. У нас на одного игрока меньше. Вот так дорого обошлась команде ошибка защитника Юрия Ковстуна. Валерий Карпин борется за мяч. Отпускаю часть Шевченко. Варламов отпустил Шевченко и не смог воспользоваться. Вот смотрим еще раз этот эпизод. Как оторвался Шевченко от Варламова. Одним движением к груди сбросил свой мяч. Оборота были уже пустые. Угол был очень острым. Минько. Голыванов ждет. Прямо было видно, как хочет прицельно Голыванов. Тут очень высокий, прежде всего, уровень готовности, которым подошла к сегодняшнему матчу. Команда наших соперников. И мощнейший удар. Вы смотрите, как, получив мяч от Халитвинцева, пробил поворотом Сергей Ребров. Смотрим еще раз пас назад. Вот, вы знаете, вот таких действий не хватает нашей сборной в атаке. Слаженых действий. Смотрите, как. Халитвинцев. Не знаю, вот в аналогичных эпизодах. И 14 номер Валерий Кривенцов. Тем временем мостовой бьет. Внимание, и гол! Гол! Виктор Анопко забивает второй мяч в ворота сборной Украины. Но, если бы не это достаточный пенальти, наши быстро устанавливают сами уже футболисты в белых футболках. Сами устанавливают мяч на центр поля. Словно призывая сборной Украины быстрее. Да не словно, а просто призывая. Побыстрее начать возобновить игру. Вы смотрите, что происходит. 3-2. Всего лишь минимальное преимущество сборной Украины. И может быть опасная контратака. Опережает, собственно, Шевченко. Он уже в такой опережающей позиции был изначально. Шевченко отдает направо. Удар. И пробил мимо ворот Юрий Дмитрулин. Когда голкипер команды гостей уже ввел в игру основной мяч. И вот такая маленькая задержка. И свисток. Финальный свисток. Драматическая игра. 3-2 выигрывает сборная Украины.